друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.e меня зовут александр будем сегодня вместе с вами рассматривать модель под названием lenovo k80m это абсолютная новинка которая появилась совершенно недавно появилась эта модель практически сразу после появления asus zenphone 2 анонсировалась данная модель как единственно возможный конкурент asus у том же процессоре построена модель хорошая камера хороший размер экрана full hd объема оперативной памяти тоже схожи и есть как бы как бы большое преимущество здесь очень большой аккумулятор но давайте обо всем по порядку поставляется lenovo k80m вот в такой вот коробке коробка стандартная для последних поставок всех этих моделей в комплекте есть скрепочка под для открытия смартфона скрепочка это вот здесь у нас запала на немножко документация от производителя lenovo k80m называется правильно эта модель есть переходник в комплекте есть вот такая вот зарядка зарядка у нас идет на 2 ампера и стандартный кабель usb гарнитуры в комплекте нет скрепка вот модель выполнена в стандартном дизайне я не могу сказать что дизайн мне нравится дизайн мне больше не нравится чем нравится если сравнивать его с дизайном asus Zenfone 2 то это как для меня как земля и небо впрочем дизайн довольно таки похож на серию lenovo k3 так а 3 это k3 note вот что-то примерное в таком дизайне у нас и получилось lenovo k3 k80m значит это 5 5 дюймовый дисплей это gorilla glass 3 это олеофобное покрытие очень классно пальцы скользят по экрану логотип lenovo 5 мегапиксельная фронтальная камера разговорный динамик датчики приближения освещения снизу у нас три сенсорных кнопки кнопочки подсвечиваются когда на них нажимаешь ну это в принципе удобно но это такое стандартное здесь у нас качелька громкости вверх-вниз кнопка включения выключения сверху разъем под наушники с этой грани у нас слот под sim карту здесь разъем micro usb и микрофон вот здесь вот такая вот выемка есть как бы вот вот так вот наверное лучше видно сзади это soft touch такой пластик 13 мегапиксельная камера второй микрофон вспышка двойная ну и наклеечки от производителя снизу у нас идет динамик то а чё что меня значительно удивило что меня расстроило когда я понял что это так на самом деле это то что эта модель на одну sim карту смартфон неразборной сборка отличная ничего не люфтить не трещит когда смартфон неразборной здесь и люфтить и трещать нечему просто но то что эта модель на одну сим карту я считаю что производитель сделал огромную колоссальную ошибку так как одна симка ну на сегодняшний день это не котируется и такой же опыт есть в сяоми mi4 который на одну симку и который не хотят покупать из-за этого здесь же нет ни слота под карту памяти не слота второго под сим карту здесь эта модель поддерживает только одну симку да эта симка работает в сетях 3g 4g но блин ну это совсем не то чего мы все ожидали потому что по всем review по всем предварительным обзором эта модель шла с двумя сим картами я не знаю почему так произошло давайте сразу посмотрим технические характеристики стандартно как в каждом моем обзоре нужно понимать с чем мы имеем дело что за технические характеристики есть в этом устройстве как я уже говорил эта модель построена на базе такого же процессора intel atom z35 60 как и asus zenfone 2 набирает lenovo k 80 m 40 одну 42 тысячи баллов это очень хороший показатель здесь или 444 android intel atom z35 60 full hd дисплей камера 13 здесь именно в данной версии идет 2 гига оперативной памяти и 32 встроенных еще есть в продаже версия смартфона 464 цена в китае вот по данным от производителя в районе с 208 280 долларов эта версия в районе 240 долларов процессор работает на максимальной частоте 18 гигагерц в принципе по основным техническим характеристикам есть вот nfc как бы вот в принципе все мультитач у нас здесь десятиточечный ничего особенного здесь нет если говорить о датчиках которые есть в этом смартфоне здесь есть акселерометр gps гироскоп bluetooth wifi компас nfc поддерживается до естественно датчики приближения освещения и так далее эта модель как и многие новинки от компании lenovo поставляется с прошивкой которая только пока что заводская особого выбора в прошивке здесь нет можно посмотреть что же это за прошивка вот такие вот данные прошивка не полностью переведена на русский язык в некоторых местах есть английский есть принципе китайского в основном нету здесь нигде мы не найдем однако английский язык есть и в настройках экрана есть некоторые моменты но в общем его немного по опыту продаж lenovo katrin от который приблизительно с такой же прошивкой поставляется из китая прошивки рабочие все отлично все хорошо никаких там нареканий отвалов сети вайфая стабильность сети прием gps все принципе достойно выполнено как бы над на этом уровне хотелось бы отдельно сказать пару слов про экран экран здесь принципе хороший здесь full hd здесь хорошие углы обзора все смотрится отлично но аналогичная ситуация с асусом zenfone вторым который ну не блещет он максимальным уровнем яркости то же самое происходит и у lenovo k 80 м который сейчас у меня выставлен на максимальный уровень яркости то есть я не знаю с чем это связано яркость экрана но я считаю что как и в вас у сезон фон втором это был там единственный такой недостаточек единственные единственное то что я выделил как недостаток это вот экран здесь у lenovo k 80 м все то же самое в плане в этом касательно звучание в принципе смартфон ведет себя нормально в наушниках звук отличный во время разговора по телефону через разговорный динамик и микрофон все тоже супер единственное что как-то вот я недопонял момента с в профиле звука можно выбирать стандартные мелодии на входящий вызов динамик вроде бы нормально работает но в некоторых моментах он на этих стандартных мелодиях он как будто то ли похрипывает то ли как-то вот дребезжание какое-то есть вот этот момент мне непонятен я это замечаю только на стандартных звуках lenovo принципе музыка видео там через youtube нареканий в этом плане нет звук хороший все мне понравилось производительность в этом смартфоне на уровне покажу несколько игрушек здесь нечему тупить здесь достаточный объем оперативной памяти кстати оперативки свободно вот когда мы все очищаем и ничего не трогаем ну вот в районе 754 мегабайт ну вот здесь так на игры это никак не влияет все работает отлично смотрим с играми нет проблем все запускается все летает все отлично идем дальше я тестировал аккумулятор но аккумулятор в этом смартфоне это наверное единственное то что может побороться за актуальность этой модели среди клиентов среди покупателей аккумулятор держит реально хорошо здесь аккумулятор на 4 честных миллиампер часов результат тестов у меня примерно следующий сейчас вам покажу расскажу программка антуда тестер у меня показала 7745 баллов но это реально хороший результат это хороший результат и для такого процессора и для такого размера экрана и для такого разрешения дисплея в режиме физическом я замерял получилось у меня практически 6 часов но если я догнал его в ноль то это было со ста процентов до 12 у меня на протяжении пяти часов 45 минут это в принципе нормальный результат это максимальная яркость это вай фай то есть интернет youtube видео у меня воспроизводилась вот на протяжении практически шести часов результат по аккумулятор однозначно лучше чем в любом другом смартфоне с аналогичным железом мощнее либо слабее аналогов в принципе по аккумулятору этому смартфону в плане с таким железом я не знаю gps я также тестировал gps им все отличном смартфоне в принципе на этой платформе gps хороший данная модель поддерживает спутники клонос ловятся эти спутники довольно таки быстро я тестирую в квартире возле окна становлюсь никаких нареканий в этом плане нет камера здесь у нас идет 13 мегапиксельная основная с электронной стабилизацией и 5 мегапиксельная фронтальная что могу сказать по поводу камеры ну я сделал довольно таки много фото видео самые разнообразные в темноте в кромежной темноте в нар при нормальном освещении и так далее я скажу так что качество фото и видео мне понравилось меньше чем это было у вас сезон фон втором видео снимает плюс-минус одинаково там видео снимала не очень ну и здесь такое качество видео немножко разум размыль на и такое размытое у того же lenovo k3 note качество видеозаписи гораздо лучше фото я тоже вам выкину будет в описании к этому видео ссылочки на оригиналы и фото и видео сможете посмотреть в принципе все lenovo k3 note основные функции я вам рассказал я хочу сделать свой вывод модель это анонсировалась как главный конкурент asus zenfone второму рядом не стоит этот lenovo k80 m не в плане 2 sim карт здесь всего лишь одна sim карта не в плане дизайна ну здесь обычный дизайн у asus zenfone 2 там постарались так постарались над дизайном также мне немножко непонятно расположение вот этих вот кнопочек такое ощущение что вот смартфон придуман для людей у которых основная рука является левая мне например я держу вот так вот смартфон ну приходится вот выполнять этими пальцами те функции которые в принципе я никогда не выполняю потому что у всех смартфонов кнопочки вот здесь греется смартфон точно так же как и asus при нагрузках при там воспроизведение различных форматов фильмов музыки и граф и так игры и так далее экран здесь точно такой же как вас у сезон фон втором точно такая же яркость яркость довольно таки слабенькая и в принципе все поддерживает эта модель от как бы разъем звучание в наушниках классное мне понравилось в целом эта модель выделяется только своим аккумулятором который здесь на 4000 миллиампер часов версия с 4 гигами оперативной памяти 64 4 гигами встроенной памяти абсолютно ничего не поменяет эти 4 гига оперативки ну не к месту абсолютно ну может быть к месту может быть производительность будет лучше многозадачность будет выше но в целом картину это не поменяет однозначно советую тем кто выбирает вот кто думал кто мучился с выбором а вдруг к 80 будет лучше ничего подобного asus sinfon 2 гораздо интересней цена примерно то же самое если даже леново к 80 мне дороже будет а качество и надежность и многофункциональность и дизайн я думаю что на стороне asus sinfon 2 но аккумулятор можно немножко уже как-то потерпеть все таки там не 2000 там хороший мощный аккумулятор на 3000 хватает его там нормально здесь аккумулятор крутой классный отрабатывает на все сто процентов но сам смартфон лично мне не понравился и самым большим минусом этого этой модели я считаю что здесь одна сим-карта как можно было сделать конкурента asus iphone 2 с одной сим-картой для меня это загадка на этом все спасибо за внимание всего доброго подписываемся на канал на группу заходим в интернет магазин если нужно приобретаем смартфоны всего доброго